МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Занимался электроосвещением, а теперь самому светит срок. В регионе арестовали директора строительной фирмы, участвовавшей в модернизации Чуйского тракта. Птичья реновация и не только что собираются сделать в парке. Юбилейный для пернатых и двуногих. Остановилась ли вакцинация от коронавируса в Алтайском крае? И можно ли еще поставить прививку? На Алтай арестовали директора строительной фирмы, которая занималась модернизацией Чуйского тракта. Его обвиняют в мошенничестве и хищении 10 миллионов рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый при исполнении государственного контракта заключенного с ФКО «Пордор Алтай» в рамках реализации федеральной целевой программы развития транспортной системы России на 2010-2020 годы для устройства искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» приобретал и использовал дешевые материалы, не соответствующие требуемому качеству, в том числе весогабаритным параметрам. Также следствием установлено, что денежные средства директор фирмы получил по подложным документам. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. И к другим темам. Вакцинация от коронавируса в поликлиниках региона не приостанавливалась, пояснила нашему телеканалу главный эпидемиолог Края Ирина Переладова. Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что вакцина в медучреждениях закончилась. Однако медики это частично опровергли. Тот момент, который очень нас беспокоил, что в некоторых поликлиниках начала заканчиваться вакцина. Причем начала заканчиваться вакцина только первого компонента. Активно идет сейчас иммунизация вторым компонентом. И сказать, что что-то было приостановлено, наверное, это не совсем корректно. То есть мы дорабатывали второй компонент и чуть-чуть приостановили постановку первой. Оперативно сработал Минздрав России. В территории было анонсировано в течение этой недели вакцина придет. Мы ее получили вчера. Ее очень быстро приходовали аптеки Алтая. Подготовили распоряжение Министерства здравоохранения Алтайского края. И на сегодняшний день территорию не только начали получать, но и многие уже получили и вовсю начали вакцинировать. Кстати, возобновили работу также и передвижные мобильные пункты. Жители края могут снова прививаться от ковида в мобильных комплексах у торговых центров «Весна» и «Пионер». Напомним, комплексы работают с 10 утра до 4 вечера ежедневно. Желающим поставить вакцину при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Еще один бизнес в Барнауле может пойти ко дну и причина не коронавирус. Популярный отель на берегу Аби начал массово терять клиентов. Руководство отеля считает, что причина в масштабной добыче песка с привлечением крупногабаритной техники. Работы стартовали три недели назад. Отдыхающим это, мягко сказать, не понравилось. Бизнесменам начали терять клиентов и, соответственно, прибыль. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Это наш пирс. Здесь летом очень часто у нас проводят выездные регистрации. То есть, если раньше здесь был очень красивый вид с заводью, с зеленью, то сейчас на данный момент, к сожалению, у нас вот такие вот горы песка выросли. Акватория Аби почти месяц как утратила свой первозданный облик. Сегодня здесь работает тяжелая техника. Местные жители, руководство отеля, гости. Вместо тишины и покоя вынуждены 24 часа в сутки слушать трех тракторов и грузовиков. Мы, к сожалению, не можем понять, что здесь происходит. Работа ведется круглосуточно, еще раз повторюсь, с тяжелой техникой. Что здесь делают, кто делает. Нет ни таблички, что за организацию. Писали заявление, мы вызывали полицию. Но вот, к сожалению, обратной связи до сих пор у нас так и нет. Администрация города обратную связь нашему телеканалу дала. Вот только перенаправила в Министерство природы. Оказалось, что на этом участке идет добыча песка. И лицензия на работу частной организации «Северный порт» имеется. У организации есть технический проект разработки месторождения, уточненный контур горного отвода и решение о предоставлении водного объекта в пользование. Отдыхать сюда приезжают гости со всей страны, рассказывает руководство отеля. Вот только с каждым днем отдыхающих все меньше и меньше. Если это раньше считалось загородным тихим комплексом, где можно отдохнуть, то на данный момент он уже таким не является. Они недовольны. Поступает большинство жалоб от гостей. Бывает срываются. Бывает. Бывает, что на повышенных тонах почему не предупредили, почему заселение идет при таком строительстве. В Минприроды также пояснили, что добыча песка продлится до лета. Осенью возобновится вновь. А это значит, что бизнесу придется размышлять не о том, как улучшать условия пребывания гостей, а как в принципе остаться на плаву. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Суточный рацион жителей Барнаула подорожал больше, чем в других городах России. К такому выводу пришли специалисты проекта с говорящим названием «Котлета с пюрешкой». Результаты их исследования опубликовала российская газета. Речь не идет о деликатесах. Для анализа брали базовый набор продуктов, из которого можно составить стандартный завтрак, обед и ужин россиянина. При этом эксперты выбирали самые дешевые товары в минимальной фасовке. Почти во всех регионах, охваченных исследованием, набор базовых продуктов подорожал. Но самый заметный рост оказался в столице Алтайского края. С начала года суточный рацион в Барнауле вырос на 22% и составил 329 рублей. Дешевле всего продуктовый набор обходится жителям Ульяновска – 280 рублей на день. В Москве стоимость рациона хоть и выросла на 8%, но не превысила 370 рублей. Лидером антирейтинга оказался Якутск, где суточный рацион обходится в 504 рубля на одного человека. С сегодняшнего дня школьники Алтайского края ушли на каникулы. А вот в Барнаульской школе номер 128 еще недавно пришлось уйти на вынужденные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции. Недавно в Роспотребнадзоре объявили, что причины массового недомогания школьников, напомним, некоторых пришлось забирать на скорой помощи. Стали ротовирус и норовирус. Где их можно подхватить и как обезопасить себя? Утихла диарея и вроде утихла шумиха. Барнаульская школа номер 128 – чуть ли не главный ньюсмейкер последних недель. А все потому, что в один день десятки детей начало рвать, поднялась температура, появились и другие неприятные симптомы. Одного ребенка даже госпитализировали. Учреждение пришлось закрыть на несколько дней, родители грешили на еду в столовой. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной кишечной инфекции у детей и педагогов стали норовирус и ротовирус. Рота и норовирусная инфекция, она имеет сезонный характер. То есть вот сейчас на фоне сезона респираторных инфекций как раз отмечается и сезонный уровень кишечной инфекции в вирусной этиологии. Больше поражаются всегда это дети. То есть среди всех заболевших 94% это заболевают дети. Известно, что среди работников пищеблока был обнаружен ротовирус. Они и могли стать источником заражения детей. А вот сами школьные продукты и вода соответствуют санитарным правилам. К оборудованию на пищеблоке и рациону питания нет вопросов. Главное, что через несколько дней все дети пришли в себя. Все инфекции начинаются острые, как правило, сорвуты, подъемы температурной реакции, боли в животе могут быть. И вот в данной ситуации, конечно, не нужно сидеть, нужно обратиться к доктору, потому что обязательно нужно еще и дифференцировать кишечную инфекцию. Можно и с острой хирургической патологией. Родителям это невозможно сделать. Поскольку ученики 128-й школы заразились контактно-бытовым путем, сейчас, в общем, как и всегда, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Кстати, в Роспотребнадзоре отмечают, что в этом и в 2020 году в регионе меньше регистрируют норовирус и ротовирус, так как пандемия наконец-то научила многих людей мыть руки. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. В этом году общественники планируют изменить облик парка «Юбилейный». Причем они планируют сделать его привлекательным не только для людей, но и для птиц. В выходные в парке прошла акция, от которой отчасти и будет зависеть сохранность пернатого населения. Как барнаульцы собираются спасать птицы, почему это так важно, расскажет Анастасия Дороган. Сейчас пухляк поет, где где-то гнездится в улице. Вот и пернатый подзащитный. Орнитолог Алексей Эбель, фотографы-натуралисты и просто неравнодушные барнаульцы утро выходного проводят в парке «Юбилейный». Ловят каждый чирик. Я живу в совсем другом районе, просто место такое, где много птиц. Он привлекает. Вот так вот просто в тишине не экскурсия, а в одного погулять. И на подсолнечника, и здесь и дробленка, и пшено, и все подряд. Это для всех птиц или для каких-то определенных? Все это едят? Все, многие. Все зерноядные покушают. Подкармливают, фотографируют, наслаждаются видами. Но все эти активные жители участвуют в особой миссии. От них в том числе будет зависеть, где в юбилейном пройдет субботник. Как бы жителей местных организовать, я вообще не знаю. Как бы им сказать, что вот гараж твой стоит на территории парка, будь добрый, эту территорию парка за своим гаражом убери. Может, написать им всем на гараже или еще что-то сделать, я не знаю. Наводить порядок нужно, но с умом. И задача этих общественников – спасти от зачищающей руки человека нынешние и будущие птичьи дома. Нам нужно найти, вернее, показать на те территории, где парк не надо чистить. Потому что в это время здесь будет гнездиться уже много птиц. Уже дрозды будут на гнездах сидеть, зяблики уже будут на гнездах сидеть. То есть конкретно места и конкретно деревья. Как минимум птиц напугает шум, как максимум они могут съехать, чего не хотелось бы. В юбилейном больше 30 видов пернатых – воробьи, синички, дятлы, рябинники. А если считать всех птиц, которых тут видели, наберется под сотню видов, в том числе и краснокнижных. Ни один барнаульский парк не может с этим конкурировать. Снегирь пикает, но вот мы не знаем до сих пор, они тут у нас гнездятся или нет. Прямо на наших глазах творится история. Будущие счастливые новосела, супружеская пара сорок строят свой новый дом. Работа идет слаженно, видимо, часто переезжали. Общественники обещают вернуться сюда еще раз, чтобы внести на карту конкретные деревья с гнездами. Свои рекомендации они направят до майских праздников, когда и запланирован большой субботник. Анастасия Дорога, Николай Шелкотин с толком. У парка юбилейный в этом году должно начаться буквально второе рождение. Об этом говорят и в Министерстве спорта края. В ведомстве уверены, в юбилейном могут заниматься представители многих видов спорта, а не только лыж. Но первостепенная задача – навести в парке порядок. Красота белая растает, и мы увидим там беду. То есть там, наверное, в том же юбилейном, это Камазов 100 точно, наследие 90-х надо вывозить. Чтобы он стал круглогодичным, мы должны наводить порядок. Благо, что год-то политический, поэтому мы постараемся туда все политические партии. Как бы там с красными пакетами, с синими, какие там еще? Желтые. Желтые. Мне кажется, нормально, нет? Да. Может быть, какие-то, кстати, кандидаты в депутаты, они могли бы оплатить там Камазы. Я там подарил, не знаю, жителям 10 вывезенных Камазов мусора. По мнению министра, на территории юбилейного будет комфортно легкоатлетам. Здесь удобно заниматься спортивным ориентированием, игровыми видами. Туда можно направить спортивные федерации и Олимпийский резерв. Кроме парковых, планируется создание новых спортивных площадок и ремонт уже существующих. Так, в Барнауле начнется строительство двух новых спорткомплексов – ледовой арены в Бийске, а также разморозка долгостроя на проспекте Сибирском. Его планируют завершить за три года. Возьмутся и за долгожданный центр настольного тенниса. Один из вариантов его размещения – пустырь на Малахово рядом со стадионом «Коммунальщик». Почти 8 тысяч зрителей посмотрели двухдневную хоккейную дуэль сибирских команд. На льду Титов-Арену в минувшие выходные прошли полуфинальные матчи высшей хоккейной лиги. «Динамо» Алтай принимала красноярских «Рыси». Чем завершилось двухдневное противостояние? Расскажем далее. Трижды расстреливают ворота «Динамовцев». Красноярские «Рыси» триумфально вырываются вперед в первом же периоде. Далее агрессивная игра красноярцев выходит им боком. Судья во втором периоде назначает ворота штрафной бросок. Но «Динамовцы» шансом не воспользовались. В середине игры капитан «Белоголубых» Степан Жданов шайбу ворота соперников все-таки отправляет. Через пять минут еще один гол забрасывает форвард «Динамо» Алтай Константин Пархоменко. Счет 2-3. Напряженная борьба переходит в третий период, но уже без голов. Победа за красноярцами. Болельщики, я знаю, за нас переживают красноярские. Я знаю, смотрел много трансляций людей. Им огромное спасибо. Всех с победой поздравляю. Хорошая боевая игра. Никто не обещал, что будет легко. Можно сколько угодно рассуждать о игровом тонусе, на все эти оправдания в пользу бедных. Сегодня красноярские рыси были сильнее нас. Провалили первый период. Все остальное можно будет рассуждать сколько угодно. Надо сделать вывод из этого поражения. Работу над ошибками сделали и взяли реванш. Весь воскресный матч две команды словно играли в догонялки, пытаясь сравнять счет. Игра была жесткой и вязкой. Одно удаление следовало за другим. Вперед вырывались то наши, то гости. Зрители ждали победы. Третий период завершился со счетом 3-3. В овертайме тратить все дополнительное время динамовцам не пришлось. Они протолкнули шайбу ворота и зал взорвался. Победа за нами. Борьбу команды продолжат в Красноярске. Затем вернутся в краевую столицу, где сыграют 28 марта. А в финале будет тот, кто первым одержит четыре победы. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Перейдем к теме культуры. Она работала на заводе, заново училась ходить и сохранила семью, несмотря на ревность мужа. Во Всемирный день поэзии мы решили встретиться с алтайской поэтессой, чтобы понять, легко ли быть поэтом, женой, мамой и бабушкой одновременно. Короче, люблю, умираю. Вот, а творчество, оно все время здесь. Рассада и поэзия – ее страсть. Галина Колесникова – нетипичная поэтесса. Работала на заводе «Кристалл», боролась с болезнью, в какое-то время с бедностью и всю жизнь с несправедливостью. Все материалы до сих пор пишет от руки. Технике женщина не доверяет. Она написала более 500 стихотворений. К творчеству поэтесса и писательница пришла через собственную боль. В 35 лет у меня отнялись ноги. Я почти 6 лет скиталась по больницам. Я увидала столько человеческого горя, я начала изливать это на бумагу. Даже один из первых поэтических вечеров она провела в палате, когда заново училась ходить. После этого стала ясна – литература – это ее судьба. С 90-х годов Галина Колесникова переживает за свою страну, когда видит заброшенные фермы, заросшие поля и забытую в школах литературу. Тропочка узкая-узкая вдаль пролегла. Где ж эта кровь наша русская маху дала? Мы стали потребителями. Нам надо всего и сразу. В этом году Галине Колесниковой исполнится 70 лет. 50 из них она счастлива в браке. Как поэтесса и писатель, женщина состоялась. Но что более важно для Галины, она состоялась как мама, бабушка и жена. Поэтому и можно сказать, что наша героиня – нетипичная поэтесса. Сначала семья, а уже потом творчество. Уже вот этого поэтического духа, вот этой вот жилки, вот этого нерва уже нет. И поэтому, когда ко мне приходит через какую-то боль, через какую-то боль, через преодоление, я пишу. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. А либо для поэзии жителей Барнаула – стихи, каких поэтов они знают наизусть. Такова была цель нашего сегодняшнего опроса. К слову, большинство опрошенных отдают предпочтение классикам – Пушкину, Некрасову, Маяковскому. Но есть среди горожан и любителей произведений современных поэтов, например, министра культуры региона Елены Безруковой. А кто-то и сам не прочь складывать слова в рифмованные конструкции. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, к вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть капли жалости храня, вы не оставите меня. Некрасова. У бурмистра Власа бабушка Ленила починить избушку лесу попросила. Отвечал. Нет леса и ни жди не будет. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка. И велит дать лесу, думает старушка. Может быть, Маяковский рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру, одной из любимых. Я пролетарий. Объясняться лишним. Жил, как мать произвела родив. И вот мне квартиру дает мой рабочий кооператив. Просто я даже свои пишу. Не нова весть, что для кого-то ненавистен, но для кого-то все же я любим. Восход, закат, земли вращение между делом. То связь фатальная, как свадебной тесьмой. Пансионат, где отдыхаю я душой и телом. Сторонка дальняя, я дом 28. Юлиана Бегрукова, мой любимый поэт. Когда б нам думать в эту вось, как тяжкие дни и тщетны цели, мы никогда б не долетели, мы под земли не поднялись. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды и спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире и хорошего вечера. До встречи в эфире и хорошего вечера.